Меня зовут Сергей, я ведущий разработчик Яндекс.Контейнер.Регистри. Кто из вас знает, что такое докер? Я, например, немного знаю, да, Леша? Да, я знаю. А кто знает, что такое докер хаб? Отлично, то есть как минимум почти те же люди. А кому, кстати, понравился доклад Леши? Леша, тебе ничего не понравилось. Ладно, хорошо, сегодня я расскажу про Яндекс.Контейнер.Регистри. Расскажу, что такое Яндекс.Кред.Хелпер, как это использовать, расскажу, как можно интегрировать Яндекс.Контейнер.Регистри вместе с кубернетисом, с менеджер кубернетисом. Расскажу, как использовать все это вместе внутри Яндекс.Контейнера OptimizedImager, который мы сейчас прямо разрабатываем. Немного будет статус нашего текущего проекта, когда мы выходим в публичный релиз, возможно, намекну, и в конце посмотрим наш бэклог. В принципе, это, наверное, все. Давайте начнем. Так, хорошо. Вообще, кто-нибудь знает, что такое докер, как внутри собирал свои докеры имиджи. Я, например, немножко собираю их иногда. Да, хорошо. Давайте я расскажу кратко основную идею, что такое докер, что такое докер имиджи. Вообще, докер нужен для того, чтобы можно было создавать переносимое окружение. То есть это окружение, которое потом можно использовать в каких-то других местах, где есть докер. Ну, здесь для примера мы пытаемся создать докер имидж, который добавляет немного вкуса Яндекса в стандартную Ubuntu. Мы просто меняем стандартные репозитории Ubuntu на зеркала Яндекса. Далее это все можно собрать на локальной машине разработчика, отправить в какой-то удаленный регистр при помощи команды push. Ну, и где-то еще на каком-то другом компьютере сделать пул и запустить этот докер имидж и все теоретически заведется. Ну, так вот. Это то, что касается самой теории докера. Но вообще есть докер хаб и возникает закономерный вопрос, зачем нам нужен какой-то свой Яндекс контейнер регистри. Нужен он в первую очередь для того, что мы хотим дать возможность пользователям использовать такие вещи Яндекс.Обла, как фолдеры, клауды, чтобы они могли создавать свои регистри, управлять правами в рамках этих фолдеров и клаудов. Кроме этого, это должна быть, естественно, мультитенант-система, которая одна, и пользователь не платит за ее развертывание и сопровождение. Ну, и самый главный, наверное, момент – это data-locality. То есть хочется, чтобы имиджи пользователь скачивал из сети Яндекс.Облака, а не ходил куда-то еще. Это очень полезно для скорости скачивания имиджей. Ну, и еще, наверное, тоже немаловажный момент – это интеграция с сервис-аккаунтами облака. Хочется, чтобы сервис-аккаунты тоже могли скачивать имиджи, загружать их. Вообще, чтобы создать свой реестр со своими имиджами в облаке, можно воспользоваться стандартным WC-Kli. Кстати, кто-нибудь использует WC-Kli здесь? Да. А Леша, кстати, его пишет. Если что, если у вас есть вопросы, можете ему спросить. Ну, так вот, можно взять стандартный WC-Kli и создать registry. Стандартный опирается create. Далее можно посмотреть, какие находятся имиджи в этом реестре. Можно даже удалить имидж, если будет желание. Для всего этого есть не только Kli. Есть еще какой-то UI. На самом деле, хороший UI. Я считаю, одним из лучших UI даже для этого. Который позволяет смотреть, что находится в регистере, смотреть, какие есть имиджи, какие у них есть теги. Ну, и точно так же удалять. Но просто создать реестр этого мало. Обычно хочется еще и что-то туда отправить. И тут немажный момент – это аутентификация. То есть нужно иметь возможность как-то сообщить, что пользователь – это настоящий пользователь. И на данный момент у нас есть три способа. Первый способ – это можно при помощи стандартного докер-логина указать о стокен пользователя. И дальше все действия по push-wipu будут делаться от его имени. Кроме этого, есть возможность использовать IAM токен. IAM токен может быть создан как для обычного пользователя, так и для сервисного аккаунта. Но у него есть одна проблема, что он обычно короткоживущий и какое-то ограниченное время живет. Поэтому для сервисных аккаунтов наиболее оптимально использовать JSON-ключ. То есть можно сделать докер-логин JSON-ключом. Далее, чуть дальше я покажу, как это можно получить, этот JSON-ключ, и как выглядит этот вариант. Лишь упомяну еще один момент. Кроме аутентификации, есть еще авторизация к ресурсам. То есть скачивание имиджей, отправка имиджей. Есть стандартные роли в облаке. Это Viewer, Editor, Admin. Стандартная любимая троица, которая имеет права делать все практически со всеми ресурсами в фолдере. То есть Viewer может не только смотреть имиджи в этом фолдере, но и смотреть виртуальные машины в этом фолдере. Поэтому в добавление к этим трем стандартным правам мы добавили еще два права. Это Puller и Pusher. То есть это роли тех, кто может или читать имиджи, или отправлять имиджи в реестр. Они в ближайшее время выйдут буквально вот-вот. В основном они нужны, конечно же, для сервисных аккаунтов. Но на самом деле делать докер-логин неудобно. Писать какой-то токен, находить его где-то, ну не все любят такое делать. Поэтому для разработчиков мы предоставляем возможность, если у них стоит LAC-кли, вызвать команду для конфигурации локального докера. И пропишется кред-хелпер, который будет делать операцию логин за вас. То есть по факту он будет использовать ваус-ключ из вашего OIC-конфига для OIC-кли. То есть логин делать больше не надо. Вы можете просто под собой делать push-pull. Да, но давайте еще поговорим про Kubernetes. В Kubernetes есть два варианта, как можно использовать наш приватный контейнер-регистри. Первый вариант – это использование стандартных секретов Kubernetes. Он на самом деле документирован для Kubernetes очень неплохо. То есть там довольно простой способ. Я кратко покажу, как это делается. То есть тут мы как раз создаем JSON-ключ для сервисного аккаунта. После этого мы делаем локально докер-логин с этим JSON-ключом. Ну и отправляем полученный докер-конфиг в секрет Kubernetes. Все. После этого в поде указываем, что нужно использовать этот секрет для пула имиджей. И это все работает. То есть можете пользоваться, если вдруг хотите. Но, опять же, не всем это удобно. То есть нужно делать ключ JSON, нужно его куда-то делать докер-логин, куда-то отправлять. Есть в Яндекс.Обаке такая штука под названием под названием сервисные аккаунты. И по умолчанию при создании Kubernetes есть возможность указать сервис-аккаунт. Вот Леша рассказывал ранее, что при создании worker-нады можно прописать сервисный аккаунт. И этот сервисный аккаунт пропишется в инстансах worker-надах вашего Kubernetes-кластера. И после этого вы можете точно так же делать pull-push. И это тоже будет работать. Там внутри есть некоторая магия и некие проблемы, пока не выйдет 15-й Kubernetes. Но если вам интересно, я могу позже рассказать, тут не буду вдаваться в подробности. Но после этого вы можете делать, как я уже говорил, стандартно свои поды и обращаться к вашим имиджам из приватного реестра. Но на самом деле Kubernetes – это отличная штука. Но иногда можно использовать простой привычный докер. Если вдруг у вас есть желание по какой-то причине не использовать Kubernetes, хотя он довольно хорош. Для этого случая мы собираем свой Яндекс-контейнер Optimized Image. Собираем на данный момент мы его на базе Ubuntu. Внутри всеми любимый Cloud и NIT, Docker и пара инфраструктурных сервисов Яндекса, Яндекс.Облака. Первый сервис нужен для того, чтобы делать аутентификацию. Это уже чуть-чуть другой кредишнл-хелпер, не тот, который для пользователя. То есть он позволяет как раз брать сервисный аккаунт, который привязан к инстансу, и точно так же делать автоматически аутентификацию. И после этого работает push и pull. И второй инфраструктурный приложение – это Яндекс.Метадата.Демон. Он нужен для того, чтобы выкачивать информацию о том, какие имиджи должны быть запущены на этой виртуальной машине. Формат метаданных чем-то похож на формат кублета, с некоторыми отличиями. Но кублета внутри никого нет, там обычный простой докер. Со временем мы планируем улучшить этот имидж и заменить Ubuntu на, возможно, Coral. По крайней мере, сейчас мы на это смотрим. И добавить, конечно же, докер-компост, потому что нас многие просят приносить еще и докер-компост. Да, вот в слове container optimized, ну, как-то в значении container optimized image есть слово такое optimized. На данный момент мы больше сосредоточились на слово container. То есть мы делаем имидж, который позволяет запускать, имидж виртуальной машины, который позволяет запускать ваши докер-приложения в облаке. Но пока там еще не все хорошо с точки зрения оптимизации. Хорошо в каком плане? Этот имидж пока довольно большой. Мы планируем, что мы его размер сильно уменьшим. Мы хотим сделать автоматические обновления, чтобы вы не беспокоились за безопасность этого имиджа. Настроить какие-то политики firewall, безопасности, сделать read-only для системных файлов и убрать package manager. Вроде бы считается, что если внутри запускается только докер, то package manager, наверное, не нужен. Все, что есть, уже будет находиться внутри этого контейнера optimized image. Текущий статус. На данный момент мы находимся в паблик превью. Мы даже скорее заканчиваем паблик превью и готовимся к выходу в публичные релисы general ability. Но вообще система за время паблик превью показала себя надежной. То есть мы внутри облака разрабатываем наши сервисы, используя наш контейнер registry. То есть мы сами докфудим наш сервис. Мы даже деплоим наш сервис через наш сервис. Пока ноль инцидентов. Но на самом деле это работает достаточно надежно, учитывая политики нашего деплоя. Вот Василий чуть позже расскажет про то, как мы катим инстансы в своем докладе. У нас уже более 200 реестров пользователей. То есть за время паблик превью к нам пришли люди и завели свои реестры и пушат, пулят свои имиджи. То есть у них вроде бы все прекрасно работает. По поводу биллинга. Сервис будет стоить денег. Цены будут сопоставимы с ценами Яндекс.Сториджа, который наш индексовый S3. Подробности будут чуть позже. В документации в принципе описаны основные вещи, то есть основные моменты, как работать с нашим регистри. Но мы хотим еще ее дополнить, добавить туда use-кейсы, добавить туда какие-то hold-tools, как использовать регистри в различных ситуациях. Кажется, документации никогда лишней не будет. После того, как мы выйдем в публичный доступ, мы на самом деле не остановимся. У нас есть еще планы. Мы планируем, что наш контейнер Optimized Image тоже выйдет в своеобразный публичный доступ. Я надеюсь, в ближайшее время. То есть мы сейчас над ним работаем. И можно будет в удобном UI или в CLI указывать Docker Image, которые вы хотите задеплоить в облако. То есть вам не нужно будет знать этот внутренний формат для того, чтобы задеплоить Docker Image. Вы сможете просто в UI накликать и задеплоить свой имидж. Как я уже говорил про Docker Hub, это популярная штука. Там очень много хороших имиджей. Разработчики многие в мире пушат свои имиджи туда. И мы планируем, что мы поднимем зеркало, в которое будем перекладывать основные имиджи. Например, это касается имиджей для Kubernetes, стандартного бунта, много там веб-сервера какие-то. То есть если у вас есть какие-то идеи, что там не хватает, можете сказать. Далее. Далее это сканер уязвимостей. Сканер уязвимостей – это очень важная вещь, потому что, как показывают последние новости, периодически в Docker-имиджах тоже находят уязвимости. И мы хотим, чтобы вы знали об этом как можно быстрее. То есть если вдруг будет обнаружена какая-то уязвимость в имидже, то мы как-то уведомим вас об этом. Есть еще одна вещь – это иммьютабл теги. Мы хотим, чтобы пользователи могли пушить свои имиджи и не перезаписывали теги. То есть Docker позволяет это делать и разрешает вам перезаписывать теги. Но не во всех схемах депоя это правильный подход. Ну и, конечно же, какая-то будет статистика по тому, как вы используете свои имиджи-лэеры. Ну и самый такой немного спорный момент. Мы думаем сделать автоматическое обновление ваших Docker-имиджей. Мы планируем, что будем смотреть, какие слои уже можно обновить. И обновлять их за вас, предлагая вам новые версии. Но это будет, естественно, с вашего разрешения. То есть пользователь должен явно попросить, что он хочет, чтобы Яндекс.Облако предлагало ему обновление его Docker-имиджей. То есть это не будет, конечно же, делаться всегда. Да, там есть еще много идей, что можно добавить. Например, хочется гранулярность прав. Вот вчера общались с ребятами, с клиентами нашего регистри. Они хотят раздавать права гранулярно до конкретных имиджей. Над всем этим мы сейчас думаем. Если у вас есть какие-то идеи, что-то еще хотите, что вам не хватает, можно после доклада со мной поговорить. Я вам расскажу или вы мне расскажете. В принципе, все. Спасибо. Если есть вопросы... Гриш. А вот вопросы точно есть. Сейчас до людей дойдет микрофон. Мне спрашивают, извините. Ну, давай, начинаешь. На футболке написано, создаю Яндекс.Облако, но я совсем с другого сервиса, поэтому сейчас спрашиваю, как обычный слушатель. Интересно. Два вопроса. Первое. Какое у вас ограничение на количество слоев в одном образе? И второе. Вы там писали, что переходите с... Планируете Ubuntu перевести на CoreOS. А в чем профит? Просто интересно. Хорошо, да. По поводу... Первый вопрос был по поводу слоев. Вообще в докере есть ограничения. Насколько у меня память не изменяет, там порядка то ли 120, то ли 130 слоев. Наверное, все-таки стоять 128. То есть это максимальное количество слоев, из которого может состоять имидж. Сам докер не запустится, если будет больше. Ну и вообще не рекомендуют иметь большое количество слоев, потому что чем больше слоев, тем медленнее, наверное, все это запускается, потому что все-таки это же оверлай ФС, когда имиджи накладываются друг на друга и патчат друг друга. То есть это... Деплей будет не очень быстрый. Поэтому есть какие-то ограничения, которые на самом деле заданы не нами. Мы-то на самом деле готовы бесконечное количество слоев иметь. И второй момент про CoreOS. CoreOS – это на самом деле пока идея его попробовать. Профит – это размер. Чем меньше размер имиджа, тем быстрее он стартует. В стандартных Ubuntu, конечно же, оптимизируют размеры докер имиджей. И последний Ubuntu там порядка 30, что ли, мегабайт и меньше. Но тут же на самом деле дело еще не в размере. Дело в том, что внутри можно поставить любой софт. А контейнер оптимизирует имидж – это иммьютабл штука, в которой стоит предустановленный софт, который проверен, который пропущен через какие-то сканеры. И из-за него не будет утечек каких-то из-за каких-то проблем. А на не CoreOS можно что-то свое поставить, конечно же. Ubuntu провоцирует вас ставить новые пакеты, новые какие-то вещи в свой имидж. Еще вопросы? Вот там. Раза три. Вопрос такой. Не думали ли вы насчет того, чтобы задать какое-то время жизни образом? То есть если мы делаем иммьютабл инфраструктуру, то у нас со временем копится огромное количество образов. И вот вопрос автоматизации и очистки самого регистрия от, допустим, билдов. Да, спасибо за хороший очень вопрос. Как показывает практика, удалять надо очень осторожно, потому что можно случайно удалить что-то не то. И мы думаем над этой вещью, и мы планируем, что будут определенные политики удаления, которые будет настраивать пользователь. Но политики удаления это не все, потому что политики удаления вы там просто скажете, какие теги, какие имиджи можно удалять со временем, и они начнут удаляться. Но иногда в политиках может быть ошибка, причем не только наша ошибка, но и пользовательская. Поэтому у нас есть еще одна вещь вместе с удалением, которая идет. Это мы планируем иметь какой-то лимб, в котором держать имиджи пользователя какое-то время, сейчас обсуждается какое, прежде чем их удалять навсегда. А если, допустим, именно при заливке образа указать его лайфтайм, допустим? Тут нас немного ограничивает докер, потому что докер довольно там сложно что-то указать при заливке имиджа. То есть это все-таки должно быть где-то сбоку. Поэтому вот и есть идея использовать теги. Можно в тегах указывать время жизни, если вдруг хотите. Я бы хотел добавить, что можно использовать просто количество версий, сколько хранить. Да, да, да. Например, такая политика. Да, такой реальный кейс. У нас случай другой. У нас используются в основном репозитории у нас внутри компании, и нам было бы интересно использовать кэширующий какой-то репозиторий в Яндекс.Облаке, чтобы скачивать оттуда быстро, а подтягивать уже непосредственно из нашего внутреннего. Такое планируется? Ну вот я начал, я немного упоминал о том, что мы планируем синхронизировать имиджи с докерхабом. Но на самом деле эта задача выглядит чуть больше. То есть мы планируем, что можно будет скачивать, перекачивать имиджи, переливать в наш приватный регистер с любых имиджей. То есть, как память не изменяет, подобное есть не у всех публичных регистерий, но у некоторых такая штука есть. Мы тоже, конечно, такое хотим. А вот там еще в трансляции был вопрос, Коля, уже затронули. Люди спрашивали, в чем, собственно говоря, идея делать там некоторый аналог докерхаба у нас. Расскажи еще раз, пожалуйста, а то, видимо, послушали, но не все поняли. Ну да, еще раз поясню. То есть две вещи, если кратко, да. Первая вещь – это то, что мы хотим проинтегрироваться со всеми сервисами Яндекс.Облака, а докерхаб, ну, немного сложно проинтегрировать с сервисами Яндекс.Облака, в модель Яндекс.Облака затащить. Такие, как безопасность, там, это же та же самая проверка прав в работе с сервисными аккаунтами. И второй момент – это локальность данных. Я, к сожалению, не помню, чтобы у докерхаба были сервера, ну, в России точно нет. А тут-то сервера находятся внутри Яндекс.Облака. Вот. Ну и, конечно же, трафик, да. То есть трафик, если вы будете выкачивать эти имиджи, то трафик будет бесплатным в рамках сети Ябл.Облака. Трафик, и я бы, наверное, добавил пересечение с еще одной фичой, про которую мы сейчас думаем, по поводу сканера уязвимости. Вот, кажется, это основные мысли по поводу, там, некоторого нашего докерхаба. Да. А еще защита от RKN, например. Докерхаб за RKN или и все. Возможно. Да, по поводу удаления вопрос возникал. Ну, раз уж вы свой регистр и пилите, то, вероятно, есть возможность учитывать, что, несмотря на полисе удаления, имидж этот, например, вчера кто-то уже вытянул. Ну, то есть не удалять по полисе имидж, который забирали, например, вчера. То есть, может быть, он еще нужен. Это хорошее замечание. Спасибо. Да, мы, конечно же, вот сейчас думаем над тем, чтобы иметь некую статистику. Как я уже говорил, вот в конце, что мы хотим где-то вот левее, что мы хотим давать статистику использования имиджа боловов, естественно, мы эту статистику можем точно так же использовать и при удалении. Ну да, просто к тому, что если мы полисе задали, там, удалять там месячной давности имидж, а его кто-то вчера забирал, вероятно, он понадобится еще и завтра, и послезавтра. А мы его уже дропнули по полисе. Ну, а если статистика есть, то почему бы не заиспользовать? Спасибо. Еще есть такой раз, что затронули тему занимательной статистики. Я вот говорил, что у нас там 200 репозиториев. На самом деле вот эти 200 – это не наш докфудинг. Это внешние пользователи, которые пришли и завели реестры у нас в облаке. И даже тут есть такой забавный момент, что мы вот какое-то время назад перешагнули количество места, которое используют внешние пользователи и внутренние. То есть сейчас внешние пользователи используют больше места для хранения своих имиджей, чем внутренние. Так, еще вопросы? Вот, да, рука. А можно еще вопрос из лайна? Будет ли зеркало доступно бесплатно или это будет доп.услуга? Что еще раз спросите? Будет ли зеркало доступно бесплатно или это будет доп.услуга? Видимо, опять же, возвращаясь к теме с зеркалом докерхаба в каком-то виде, ну, давай, наверное, я попробую ответить. Значит, хочется, чтобы было бесплатно. Пока это там не финальное утверждение, нам нужно там, понятно, согласовать все нюансы внутри, но базово, да, хотелось бы, чтобы за это люди не платили. Да, потому что кажется, что в этом случае мы как раз наоборот даем пользователям еще больше возможности использовать облака. То есть это штука, которая позволит нам продавать облака более успешно, простите. Поэтому можно, конечно же, давать, переливать к нам. Вопрос. А вот у меня еще вопрос. Вы используете registry V2, правильно? На нем базируется все. Либо вы целиком писали собственные registry? Естественно, мы поддерживаем спецификацию докера V2. То есть это не registry V2? Ну, не сам этот базовый образ? Я, возможно, не понимаю вашего вопроса. Есть вопрос, registry V2, то есть версии 2, его можно запустить, и у тебя получается собственный registry. А, вы про registry, который предоставляется, ну, в опенсорсе лежит, да? Да, да. Который докер дистрибьюш. Ну, в общем, да, который на ГО написан. Да, да, да. Да, мы смотрели его, мы базируемся не на нем. Потому что эта система, отвечая на второй вопрос, да, потому что эта система не мультитенант. И у нас, на самом деле, в Яндексе был опыт использования этой системы внутри. Мы уже допиливали его для своего внутреннего регистри индексового. И опыт был не совсем позитивный. Скажем так, там есть точки роста. Ну, да, то есть там приходилось под каждого клиента запускать собственный регистри. Не совсем. Мы сделали мультитенант решение на основе этого решения опенсорсного. Спасибо. Понял. Так. Ну, ладно, Леша. Тогда последний вопрос тебе как спикеру и все. У меня на самом деле не вопрос, а просто немножко дополнение про контейнер оптимизит имидж. Сережа немножко рассказал про него. То есть у него очень много всяких полезных фичей типа и мутабельности должно быть в будущем и так далее. И в том числе, как еще одно использование, мы будем его использовать как базовое в нашем менеджер-кубернетисе для надов. Сережа не сказал, а я скажу. Ты по реквест примешь? Приму. Хорошо. Хорошо.